Как будет развиваться экономика в Югре в условиях санкционного давления? Об этом сегодня говорили на заседании окружного правительства. Власти утвердили план первоочередных действий. В него вошли более полусотни мер поддержки. Часть из них касается помощи региональному бизнесу и экономике. Например, снижение налоговой нагрузки, предотвращение роста безработицы и обеспечение бесперебойной работы системообразующих предприятий. Еще одна важная часть мер – это дополнительные социальные выплаты и субсидии для евгорчан. Учитывая необходимость оперативного принятия решений, это не последняя итерация. Будет утвержден регламент деятельности рабочей группы по развитию экономики оперштаба, по новой индустриализации экономики автономного округа. И в этом оперативном порядке хорошо организовано будем разрабатывать решения и принимать их в соответствующем статусе. Таким образом, план будет гибким, то есть будет обновляться новыми мерами поддержки, а те, что утратят актуальность, будут исключать. На сегодняшний день в план включили помощь семьям с низкими доходами и семьям с детьми-инвалидами. Угорчане получат единовременную выплату по 5000 рублей на каждого ребенка. Что касается бизнеса, из бюджета выделили полтора миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий округа. Эти деньги пойдут на компенсацию затрат по уплате процентной ставки по действующим кредитам. Предлагаем для предприятий пищевой промышленности кредитные займы на пополнение оборотных средств от 5 до 20 миллионов рублей, что позволит предприятиям стабилизировать свое финансовое состояние. Также по фонду развития Югры те средства еще пойдут на еще две меры поддержки. Первое – это предприятия, обрабатывающие промышленности, смогут также компенсировать свои затраты по процентной ставке. И те предприятия, которые будут заниматься импортозамещением, мы им можем предоставлять соответственно льготные займы. Рассчитываем на то, что этот документ будет и дальше меняться. Предлагаем в первую очередь участвовать в нем и граждан. Мы создали ресурс, на котором можно свои предложения также делать. И, безусловно, мы их будем отрабатывать. Договорились сегодня подготовить регламент. Я думаю, он где-то будет аналогичен тому, что сейчас на уровне Российской Федерации практически раз в неделю какой-то пакет мер выходит. Я думаю, в таком же формате сможем свою работу выстроить. Наконец, достроили. Сургутяне, купившие квартиры в многоэтажках, на стадии возведения выдохнули с облегчением. В Сургуте сдали в эксплуатацию два проблемных дома. Участники долевого строительства ждали получения ключей больше четырех лет. Застройщики Салаир и Северстрой обещали сдать дома в 2018 и 2019 годах, но постоянно переносили сроки. Затяжным строительством заинтересовались Фонд защиты прав дольщиков и губернаторы ЮГРЭ. Наталья Комарова неоднократно встречалась с участниками долевого строительства в Сургуте. В настоящее время жилые дома введены в эксплуатацию. Долгожданные квартиры в них получат 150 семей. Ситуация находилась на постоянном контроле органов прокуратуры автономного округа. Осуществлялись выезды на строительные площадки. Неоднократно застройщикам вносились меры реагирования. В том числе они были привлечены к уголовной ответственности. В результате мер, принятых совместно с правительством округа и органом местного самоуправления, в марте строительство двух домов завершено.